Залетай на ватшоп и прихвати друзей. Выигрывай тут танки хоть целый день. Несмотря на возражения, выполняй достижения. Невзирая на нормы, обтанкуйся по полной. Бесплатный розыгрыш. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам бой на среднем британском премиум танке, кроме B. Бой произошел на карте Хайвей. Итак, игрок занимает вот эти вот кусты. Обычно я сюда не еду, но если я на среднем танке, обычно я еду, как и все, в D1. А вот игрок решил встать сюда. Это нестандартно, как по мне. И, как оказалось, позиция неплохая. По крайней мере, если вы играете там где-то не на высоких уровнях, там на 5-х, 6-х, 7-х, где есть всякие противники, которые любят лезть и светиться в начале боя. Так что эта позиция в таком случае будет себя оправдывать. И вот игрок уже смог подамажить по вражескому кромбилу. Также светится Т-34-85. И, возможно, игрок тоже по нему попал. Ну и ждет, в общем-то, наш герой. Снова засвета, и, в общем-то, ждать пришлось недолго. Снова появляется Т-34-85. Игрок активно в этом бою использует автоприцел. Ну вот, как по мне, автоприцел не всегда хорошо работает. Хотя, если научиться правильно его использовать, то, я думаю, можно с помощью автоприцела очень даже хорошо дамажить. Вот игрок постоянно его использует, стреляет довольно-таки шустро, там высовывается, долго не выцеливает там что-либо, на автоприцеле просто стреляет. Ну и вполне неплохо попадает, потому что точность орудия позволяет это делать. И удалось все-таки вражеского светолика М5 Стюарта уничтожить. Ну а на этом еще противники не угомонились, и снова они подставляются. Правда, пока что их нету тут рядом, они не светятся, но где-то, в общем-то, они там до сих пор ездят. Но наш герой решает тут не ждать их, и понемногу уже смещается к своей базе, так как там появляются вражеские танки, например, Кромбель. Вообще бой, конечно, идет к сливу, и большинство игроков в такой ситуации, наверное, просто поедут и сольются, что совершенно неправильно. Нужно стараться все-таки тащить до последнего, и стараться побольше урона нанести. Итак, Кромбель замечает тут вражеского Чаффи, пытается его догнать, но подлеет все-таки шустрый, и успевает все-таки уехать, но недалеко, конечно же. Также еще один враг тут приезжает, Т-34-85. В итоге наш герой сражается тут сразу с несколькими противниками, но одного удалось уже одолеть. И также Кромбель замечательно тут закрутил Т-34-ку и отправил ее в ангар, откуда-то стрелял тут Шкода Т-25, но наш герой решает помочь ТОК-2. Кстати, это европейский сервер, кто мало ли не понял. И на европейском сервере, я заметил, ТОК-2 очень популярен, то есть этот танк там постоянно появляется в боях на шестом уровне, у нас-то почти его и не встретишь. А вот на европейском сервере это один из самых популярных танков, наверное. Ну, я так статистику не смотрел, но часто их встречаю там в реплеях, и это удивляет. Итак, Кромбель нападает на ПТ-шку вражескую, быстро отправляет ее в ангар, и засвечивается тут Шкода, который, в общем-то, тоже наш герой без проблем уничтожает. В общем, просто божит он так тащить. Не каждый сможет так вот в наглую выезжать на нескольких врагов. Конечно, они не особо скилованные, но, тем не менее, вот так вот их в наглую разбирать может не каждый. Итак, удалось уничтожить ПЗ-4. Итог-2 до сих пор живой, наверное, благодаря своему большому запасу прочности, но наверняка ненадолго. И Кромбель-Б наш замечает Черчилль-1, и сразу же начинает его крутить. Противник, в общем-то, не в состоянии просто угнаться за нашим шустрым танком, и игрок благополучно его закрутил и ликвидировал в итоге. Засвечивается также КВ-85. Тут, похоже, игрок пропал из засвета, и удается, в общем-то, отлично тут стрелять по КВ-85, так как включены подкалиберные снаряды. Без проблем в лобешник противник пробивался. И наш герой понимает, что еще можно затащить этот бой, и старается, в общем-то, по полной. Засвечивается еще один враг. Я уж не знаю, наш Кромбель-Б тут вообще не светился, что ли. Ну, просто враг едет вперед и ничего вокруг не замечает. Прям какой-то Рэмбо. И сливается, в общем, нелепо. Осталось три противника. ОИ, Бишоп и СУ-122А. Вот засвечивается Артем. Получается ее ликвидировать. Теперь осталось еще двух противников отправить в ангар. Жалко, что нету еще одного врага. Так бы можно было бы взять медаль героев Россиняя, но, к сожалению, никак уже это не удастся сделать. Подвели союзники. Они, то есть, мало того, что слились, так еще и фраг один украли. Ну, ладно, это я шучу, конечно. Итак, Кромбель-Б уничтожает Арту. И теперь нужно как-то справиться с Японцем, у которого фугасница, скорострельное орудие более-менее относительно фугасницы, конечно. И просто так под него не подставишься. Так, противник ждет, в общем-то, нашего героя, что он выйдет. Но игрок, конечно, не подставляется так глупо. Он старается сам обмануть Японца. И ОИ подставляется. В итоге игрок успевает зайти в корму. Вражескому неповоротливому тяжу. Тот не успевает довернуть. И игрок отлично его пробивает в борт. Тут вообще, конечно, японец перестал двигаться почти, что только башни шевелят. Ну и Кромбель-Б без проблем, в общем-то, разбирает ОИ. Ну, противник, конечно, довольно-таки слабенький. Ну и это победа. Давайте посмотрим на результат. Медаль Колобанова. Медаль Пула. Основной Калибр и Воин. К сожалению, не хватило одного фрага до легендарной медальки. 5458 урона. И 3501 опыта с премиум игрок получил. 69 тысяч серебра на фарму. Круто, конечно. Ну и бой получился весьма зрелищным, как по мне. Надеюсь, друзья, он вам понравился. Не забывайте ставить лайки под видео. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Хочешь заработать голды? Тогда мобильное приложение тебе в этом поможет. Ссылка в описании.